Технолог, здравствуйте, всем привет! Итак, вот пока такой результат. Так, давайте заставим эту колумагу двигаться. Что здесь значит? Корпус цельный. Давайте посмотрим. Это я всё объединил. Единственное, что вот пушки отдельно сделал, чтобы движение создавать при стрельбе. Так, снаряды должны вылетать. Эта часть должна крутиться. Пропеллеры должны крутиться. Эта штука, значит, должна тоже как-то двигаться. Ну, не столь важно. Может быть, она стационарная. Так, бомба должна падать. Персонаж должен сидеть в кабине и рулить, короче. Давайте заставим вот эту движуху работать. Первый раз буду вот такую сложную штуку подсоединять на кости. И заставлять. Тут ещё идейка у меня. Сейчас посмотрим, всё можно сделать. Так, вот такой получился персонаж. Зубы я ещё не вставил. Кости уже готовы. Всё настроено. Вот оно. Вот такая штука. Давайте посмотрим его. Так, значит, кости настроены. Всё, ноги он поднимает. Таз, вот, всё у него двигается. Рот закрывается, открывается. Бубы настроены. Так, рот. Всё нормально. Так, Ctrl-Z. Усы. Давайте посмотрим усы. Р. Усы тоже настроены. Так, это всё через Ctrl-Z. Так, теперь что у нас получается. Проверяем наличие движения головы. Оп. Голова движется. Всё нормально. Так, одна косточка не привязана. Но это не проблема. Так у нас шарф работает. Надо на копиротейшн всё это дело ещё настраивать. Шарф тоже работает. Так, руки, руки, ноги, хвост. Руки, значит, движутся. На грудину можно ещё добавить косточку. Тоже не проблема. И вот я ещё хотел бы, что кости вставить именно в очки. Растяжение, чтобы было на резинке. Вот на этом я сейчас покажу. Вот эта резинка и очки это одно целое. Вот вы видите, что я их пока привязал к головной кости. Вот они очки. Здесь нужно поставить кости. И сделать так, чтобы он когда будет закрывать, значит, одевать очки. Вот эта вот резинка натягивалась. Вот это. И очки, значит, одевались на глаза. Так, это вот что касается персонажа. Так, мы его выделяем. Английская H. Вскрываем, не удаляем, скрываем. N панель. Screencast. N панель закрываем. Ну и будем работать, значит, с этим агрегатом. Shift A. Находим арматуру Single Bone. Так, здесь я её переведу сюда. Поставим видимость во вьюпорте InFront. Теперь, значит, Edit Mode. Английская A. Тройка на нампаде. И что делаем? Значит так. Мы привязываем корпус полностью. Этот корпус привязываем кости. Чтобы назначили, значит, веса. Следом, что делаем? Сниметка на нампаде, где вытаскиваем кость. Вот сюда. Это значит Alt и сочетание клавиш клея с CRM G. Подставляем. Так. И подставляем где-то вот сюда. Двигаться крыло не будет. Просто, чтобы оно имело свои веса. И когда будет двигаться весь корпус, чтобы она, значит, держала крыло. Вот так. Это по прошлому ролику по нырку. Ctrl P. Типл секс. Это дело привязываем. Это будет у нас главная кость. За нее будем двигать все эти штуки. Только на нампаде SHIFT D опускаем одну косточку. Делаем S. Это будет бомба. Бомбу потом к ней опустим. И бомбу привязываем. Значит. Ну, можно не привязывать. Можно бомбу завязать на отдельную кость. Да. Давайте так и сделаем. Чтобы у нас была, значит, отдельная анимация на бомбу. Тогда, так, Ctrl Z. Выбираем эту кость. Значит, делить бомб. И делаем еще какие-то манипуляции. Значит, тройка на нампаде. Делаем E. Вытаскиваем кость, которая будет держать вот эту часть. Вот эту штуку. Так, чтобы она тоже не разваливалась. Ну, может быть, еще придется, значит, вот сюда еще по косточке вытащить. Первый раз делаю. Так, вот эти кости уже надо будет перебор. Делить бомб. Просто G или вот так это вот вбок пока уведем. Чтобы она держала эту стенку. Так, эту косточку Alt P Clear Parent. И привязываем ее Ctrl P через Shift. И полцет к этой косточке. Так, это дело есть. Пушки будем отдельно вязать. Так, теперь может такая ситуация быть, что вот эти пулеметы, вот эти пулеметы, тоже начнут как бы распадаться. Нам этого не надо. И поэтому мы сюда давайте поставим еще по одной кости. Вот сюда. И привяжем эту кость. Значит, главное Ctrl P и полцет. Теперь нам понадобится стройка на нампаде E. Кость, которая будет держать наш двигатель. Alt P Clear Parent. Вот эта штука значит G. Чуть поменьше можно поставить. Эту вот сюда. Я не буду, наверное, делать, чтобы он крутился. Хотя все это... Он отдельный, кстати. Можно сделать, чтобы он двигался. Но тогда нам нужно G. Уводить кость. Значит, подальше. Вот так. И вязать на отдельную, как бы, кость. Как это объяснить? Короче, надо косточку вот эту увести вообще вот как бомбу. И вот эту вот часть тоже отвести, чтобы она была отдельная. Так. Тройка на нампаде. На нампаде. То бишь, G где-то вот сюда. Вяжем ее Ctrl P Keep Offset. И что получится, если я захочу вертеть, крутить этой байдой, то получится, что... Да, правильно. Мы ее должны увести. Так. Теперь. Сделаем, наверное, вот так. Смотрите. Object Mode. Выбираем снаряды, пушки. Значит, это все поднимаем вверх. Снаряды уводим вбок. Теперь, что делаем? Вот эту часть пропеллером. Значит, уводим на эту кость. Вот так вот. Да. На эту кость отводим. Ну и в принципе, что еще нужно сделать? Ну вот этот пропеллер я на кость не буду вязать. Хотя есть вариант. Если кому интересно, как на косточку все это дело завязать, то можно здесь вытащить кость и пустить кость именно по кручению. Верчение и кручение. нет. Теперь заходим в edit mode. Так, это будет отдельно крутиться, но будет привязано к этой косточке. А пропеллер будет центральным для вязаться. Е вытаскиваем значит в кость еще одно. Альт П Кле Пэрент R перекручиваем G подставляем к нашей бомбе. Так, эта бомба будет вязаться на эту кость. А кость вот эта, да, пока не буду ее привязывать, сейчас разберемся. теперь 6D. Что делаем с механизмом? делаем R G S косточку можно побольше. Так, и механизм должен быть оцентрован. Так, тройка на нампаде, если допустим так вот эта кость она значит будет S держать все это дело. Вот так как-то. Правильно, это будет внизу. Тойка на нампаде, единица на нампаде, с нее вытаскиваем E кость. В принципе можно и локацией работать. Так, Alt P Clear Parent эту косточку значит подставляем по центру, делаем E S пусть она будет поменьше и главное ее здесь отцентровать, чтобы она была в центре этого механизма. Теперь эту косточку вяжем на эту косточку Ctrl P и полсет. Нет, пардонте, не так все это дело будем делать. Это значит Delete бомб будем настраивать как глаза. Значит это кверху косточка от нее стройка на нампаде E вытаскиваем еще одну кость Alt P Clear Parent теперь значит подставляем ее прямо по центру вот этой вот нашей штукенцы так ага вытаскиваем ее вот сюда надо тогда будет отделять вот эти ну как разделить вот эти все наши значит ну можно на одну кость конечно вязать ну да можно и на одну кость вязать если сюда вот по центру поставить отцентровать и получается этой косточки Ctrl P People Set а эту кость вязан к центральной Ctrl P People Set теперь получается если мы будем стройка на нампаде вот эту кость двигать вот эту а на эту поставим слежение а пардонте вот эту кость вяжем на центральную Ctrl P и пол Set О вот так вот но чтобы не распадалась вот эта наша труба блин о трубой я засел на нее а это будет бон в принципе без разницы будет настраиваться на сквозь это тоже будет бонов края ну в принципе все в принципе вот этого должно хватить так давайте теперь сдублируем значит вот эту кость короче все кости вот эти которые находятся посередине подбит сбоку вот эту кость что тут еще ну и так тут костей там много делаем шире D правая кнопка мира из глобал и подставляем на наши бомбы ориентир так object mode выбираем значит сначала нашу тачку вяжем к ней control и автоматик выглядит и теперь получается выбираем наши вот эти штуки вяжем вот на эти кости пост мод это будет значит у нас control и бомб заходим в object mode выбираем бомбы и бомбы то у нас две значит заходим в edit mode а пардонте в object mode делаем shift D дубликат теперь заходим в edit mode включаем рентген в одну бомбу значит delete вертиксы object mode теперь заходим в edit mode убираем с этой стороны бомбу delete вертиксы object mode так ну и тут бы хорошо так бы сделать ну пусть они вместе крутятся а то по одной тоже можно было сделать выбираем через shift кости заходим в пост мод и вяжем первую бомбу на вот эту кость control p бомб выбираем вторую кость control p бомб так нужно привязать вот этот агрегат вот этот раз так control p бомб теперь пропеллер выбираем перешив выбираем кости значит под мод и вяжем в центральной кости control p бомб заходим опять же выбираем теперь этот пропеллер задний и вот эти кости выбираем и вяжем к этой костяком колки бомб так теперь же надо ее тестить будем каким образом выбираем кости нужно собрать весь этот агрегат значит так да вот это кость нам в принципе не нужна будет ну да и сюда подальше так проверяем систем вот ушки работают control z теперь выбираем значит эту штуку и подсобачиваем нашему винту есть такое дело так теперь стройка на нам паде выбираем снаряды снаряды так ну давайте g посадим значит кормушки так ну тут можно потом по отдельности подправить проверяем как все это дело движется ага ctrl z вот эти бомбы вот эти бомбы надо привязать значит выйдет мод привязать центральный вот эти кости выбираем и центральный ctrl c и повсет рядом есть такое дело так ну у нас же еще есть три пушки да значит e вытаскиваем кость alt p clear parent так это значит будет первый значит наш пулемет shift d второй cfd третий и вот эти все косточки привязываем к центральной ctrl p даже нет не к центральной а вот к пулемету тогда ctrl p и пусть будет на пулемете так теперь же нужно их отзеркалить на ту сторону тоже пулеметы будет эти вытаскиваем вот сюда делаем cfd право кнопкам мыши мира global есть есть object node ctrl p вытаскиваем перевязываем потому что появились все кости не суть вопроса но нужно это нужно так теперь а теперь делаем вот такой финг вытаскиваем все наши пулеметы так тройка на нам падень так единица на нам падень так верхний g так g этот сюда этот пулемет сюда для чего я так делаю я хочу чтобы когда будет он стрелять вот эти пулеметы значит они двигались так 70 на нам падень так это значит g единица на нам падень g подставляем на эту кость семерка на нам падень значит g g и сюда тоже на эту кость рядом так надеюсь по центрам я попал так теперь у нас задача вот эти кости семерка на нам падень значит g единица g на вторую кость а это тогда g на третью семерку на нам падень подправляем плюс-минус чтобы они были значит на одном уровне теперь задача их привязать это значит выбираем первую вот эту пушку кости перешив в пост-мод выбираем кость ctrl-p бом и немножко это все делаем подзатянется да да что ты не переключаешься ctrl-p бом так займемся с этими стволами ctrl-p бом так может быть их не надо сделать так слишком кости большие они по-любому привязались можно кости делать поменьше так чтобы их видеть на какую тянуть лучше тогда сделать побольше так ctrl-p бом ну все снаряды есть теперь нам понадобится обжиг мост тройка на нампаде shift a делаем single bond опускаем косточку вот эту здесь можно уже выйдет мост не заходить а просто r перекрутить ее выбрать бомбу так косточки поставить видимость in front возле порты чтоб видите и вот эту бомбу привязываем к кости force mode ctrl-p bound все теперь выбираем кости в object mode выбираем кости и если делать анимацию теперь придется вот эту кость решить тоже выбирать у нее будет отдельная анимация так заходим в post mode тройка на нампаде выбираем значит нашу бомбу поднимаем так что у меня тут пропеллеры есть тройка на нампаде так а у придется придется немножко помудиться так значит так отключаем видимость единица нампаде значит G первый пушк вводе стал ну надо затолкать погубже так теперь опять косточки включаем G вроде вот попал ну теперь тройка G застандариваем еще одну пулемету это значит пулемет здесь будет стоять вот как-то так так тройка на нампаде тут пойдет семерка на нампаде без разницы так вот эти вот надо вот сюда там всех подогнать чтобы по одной не подсказаться так видим так что это куда я тут затолкал ага z вот видите обсыпся так одежда пушка первый снаряд стал единица так G второй снаряд есть ну и третий а вот этот нужно чуть-чуть понижен там слипся и так получается все заряжено и когда будем делать анимацию то можно двигать вот этими костями вперед назад и будет создаваться эффект как будто это все стреляет так теперь давайте еще раз протестим это значит тройка на нампаде так вот вот это не хорошо нужно вязать бомбы значит вот к этой косточке тоже это значит кредит мод снаряды выбираем и вяжем вот контролл пи и пост пост мод так не понял все надо настроить понятно значит G загружаем по крантаж все нормально и пробуем если сейчас мы будем R вот водить и он с бомбами накрутит все нормально тут еще нужно бак добавить выхлопную трубу тут всяких причиндалов на крылья можно еще там всякого всякого накидать вот настройка значит пушки работает давайте настроим теперь вращение значит нашего вот этого капеллера прописываем выбираем пропеллер это вот джек мод и пишем а окты не а а вот именно и локров и допустим какой кадр ну сотый на сотом кадре панель боковая N находим трансформ локация ротация ротация ищем ротацию по какой оси у нас стоит пропеллер вот он стоит контр Z ставим так это куда он будет по барабану 360 ставим и пишем T U вот у нас крутится пропеллер ставим пока 100 кадров Enter так я сейчас пока сохранюсь опять же файл save чтобы не потерять все это дело так крутится все равно хреновасто да вот по прошлому ролику ссылки оставлю в описании ставим Graph Editor открываем все наши кости вот эти так надо вот по косту английская А выбираем все вот эти наши нашу анимацию и теперь английская V Time Vector так смотрим как крутится слабовато надо и скорости придать так у нас по Y по-моему она крутилась значит панель находим модификаторы находим генератор так что-то он у меня хреновасто крутится ну правильно по оси Y а вот Y ротация давайте по ней наверное так модификатор генератор вот вот это бомба вот это я понимаю но вы не увидите наверное движение запись экрана короче тут движение плохо передает так и чуть-чуть так а где у нас тут уменьшается ух ты вообще тут скорость дает так а если 0 стало да мы потихоньку прибавим 200 300 ну вот 300 я думаю нормально будет так все это дело хорошо крутится тогда Y здесь модификатор можно удалить Y ротация еще больше поставить вот это теперь дело точно так же можно делать анимацию когда заводится двигатель на косточку настраивать я в следующем ролике покажу как на кости это дело все настраивать и прописывать вот эти все ротации так теперь ладно это теперь надо пробел выключаем нам надо еще один настроить вот этот пропеллер задний так выбираем пропеллер и здесь уже он-то под углом стоит и вот сейчас посмотрим насколько он начнет мозг выпаривать значит на первом кадре прописан и локрот и значит на 100 кадр вот этого смотрим по какой оси ctrl z ctrl z вот что я как говорится и боялся он теперь будет идти на излом так если здесь поставить по нолям так ctrl z это будет по z он крутится да ладно ставим по z 360 enter и значит прописываем и он прописывается ух ты как его тут выкручивает вымораживает а почему потому что включены еще дополнительные оси надо вот так если он у нас прописан на z нужно заблокировать вот эти все оси x y вот это не есть хорошо так а он привязан хоть это режим 3d масло ага значит так заходим ctrl tab удаляем ему анимации так делит и попробуем значит зайти в post мод выбрать вот эту кость тройка на нам паде значит R поднять наш двигатель пока выравнив теперь заходим в обжиг мод тройка на нам паде ну так давайте и получается он оцентрованный привязан к своей массе так получается и и покрот и на сотом кадре и что тебя ломает control Z так а ну-ка если по х тоже по х ломает да и так разобрался в чем тут проблема выставил выставил его значит он когда он развернут по Z 179 а по X вот это вот это он 90 градусов и он тоже работает значит по Y я поставил значит 360 и пропеллер крутится видите чуть-чуть надо его еще выровнять и так дальше что я хотел сделать так картинку я нашел в интернете блин очень долго искал значит что это можно найти значит image difference вот я скачал удалил задний фон ну не совсем вы видите что программа до конца не удалила вот эти вот белые штуки вот эту вот такую синтекрушку можно именно сделать смоделировать и назначить ей в материалах цвет и будет прикольные такие полуполосы от двигателя так теперь значит G так печально что не видно так это значит H устроен теперь выбираем подгоняем смотрим что получится так отрегулировать значит можно еще S нажать и пусть как бы за винтом идет наверное вот так или вот здесь просветы будет от винта так ну здесь можно дальше присобачить или он спереди лучше должен быть винт так можно даже S побольше сделать мне побольше уже серестер ну и такую картинку можно допустим Shift D сдублировать и все развернуть или обрезать ее в какой-нибудь программе вот эти куски только чтобы можно было там расширять или отмоделить вот этот кусочек и будет нормально ну и что делаем да привязываем Ctrl P Object к винту так ну вот при рендере это все дело будет вот такая штукенка так на первый кадр timeline так вот нужно ее вот эту картинку еще как бы отрегулировать на вот так как-нибудь пускай так как-то вот сейчас вы видите ее тоже выкручивает так 7 метков так анкор ну с одной стороны нормально тоже по мультяшному так ну ее нужно тоже сбалансировать да 7 метков на нам плаги я первый раз такое делаю M панель так по какой оси она вообще крутится тоже по да тут раз опять сбилась нет ну закрываем ей оси так значит она по Y крутится ну все нормально так тут еще персонажа посадить вообще бомба будет еще стрельба баки еще добавить каких-то причиндалов так теперь что еще ну давайте add image reference еще один подгрузим так да он как-то криво загружается так только на нам паде R так подгоняем закрепляем за задним винтом так а ну ка alt G alt R alt S R перекручиваем о заработало так и подгоняем значит к нашему опять винту вот сюда здесь можно S поменьше сделать как-то так убираем теперь винт убираем значит нашу картинку и делаем ctrl P object так что-то я не понял а почему картинка не привязалась понятно картинку надо вязать длиннее подпели ctrl P или картинку на заблудился так а это почему-то блин сзади вообще там не хочет вязаться пропеллер пропеллер alt g alt r r s и он лежит на дне ctrl z ctrl z ctrl z все ладно прибавлял прибавлял уменьшал так а здесь кто у нас настройка пропеллер пропеллер на первый кадр выбираем выбираем картинку ctrl ctrl он русский трансформ так задний винт меня вообще убивает так это значит если мы делить по пути вот это значит делить и получается тогда вот это надо опять копировать наверное так а это что она тут вся перекрученная так ну ладно делаем не shift shift ставим вот таким образом и вяжем ctrl и object вот это заработало доедит твой все нормально альт h возвращаемся на место так вот этого персонажа все таки еще наверное пусть где-нибудь повисит винты винты крутятся как помочь прикольно берем значит кости выбираем и заходим в пост так теперь убираем и пробуем теперь полем ctrl z ctrl z ctrl z винт крутится теперь надо винт от кости или поэтому он отрезался пост ctrl ctrl bong ctrl z ctrl z ctrl z Ну все нормально, есть пропеллер, можно так хвост вертеть, хоть вот так вот, под бомбу. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Итак, вот такой результат, значит это, а вот, кто еще хотел, Ctrl-Z, Ctrl-Z, вот на эту косточку, так это она, по какой оси движется, так Ctrl-Z пробел, нажать, это значит по иксу. Она работает по иксу, значит Ctrl-Z, оставляем икс, а эти оси тогда можно все позакрывать. Получается теперь мы будем двигать только по одной оси, захотим влево-вправо, никак не получится. Ctrl-Z, 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 так, единицы нам падим, ну вот эту вот штуку видно будет здесь только при рендере. Вот когда мы отключаем, ее не видно. Так, бэм, 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 это в ту сторону, это в эту правильно. А тут еще бомба такая, бэть, и падает. А тут еще пилот, да вообще бомбесно. Так, ну вот такой результат. Вот эти можно как-то картинки сделать чуть-чуть, ну, притускнеть, чтобы они так слабовато были проявлены. И тогда будет зашибись. Модификатор, но не в какой-нибудь нод, накидать шейдер, и будет зашибаться. Так. Так, Alt-H, возвращаемся на место. Это значит, в обзорах, Alt-H. Персонаж есть. Такая точила ему сделана. Ну, теперь дорабатывать, значит, персонажа, ставить ему зубы, и, в принципе, что, сделать штурвал, добавить вот каких-нибудь труб, каких-нибудь причиндалов, и все, аппарат будет летать, еще шум добавить, запись, икрики, 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 ну, короче, будет прикольно. Все, всем пока, до свидания.